МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша. Информационная программа Республика в студии Ольги Пырочкиной в этом выпуске. Впоследствии жары и халатности. Только за минувшие выходные на водоемах Республики утонули 6 человек. К защите Родины готовы. В Батаревском районе прошли республиканские и юноармейские игры «Зорница» и «Орленок». Победоносные и «Волга». Сразу три проекта из Чувашии выиграли гранты на молодежном форуме в Самаре. Во время празднования Дня Республики зарегистрировано меньше нарушений общественного порядка, чем в обычные дни. Такие данные приводит Министерство внутренних дел по Чувашии. Все запланированные мероприятия прошли успешно. Успешно прошла встреча с делегацией Беларуси. Уже имеется ряд договоренностей с предприятиями электротехнического кластера Чувашия о поставках и закупках различного оборудования. На Чуваксарский экономический форум съехались более тысячи участников из 25 регионов и ряда зарубежных государств. 34 субъекта России делегировали свои коллективы народных мастеров на фестивале народного творчества. Подведены итоги первой летней смены в загородных и пришкольных лагерях. Всеми формами отдыха и оздоровления охвачено более 47 тысяч детей, в том числе более 26 тысяч, находящихся в трудной жизненной ситуации. Показатель оздоровительного эффекта, определяющий результативность организации оздоровительной компании, в первую летнюю смену достиг 92% против 91% в 2014 году. Обсудили и подготовку к выборам главы Чувашии, которые состоятся 13 сентября. Сегодня выдвинуты 9 кандидатов, среди которых временно исполняющие обязанности главы республики, два действующих, один бывший депутат Государственной Думы, депутат городского собрания. В настоящее время идет очень важный этап избирательной кампании, от которого зависит ее успешность. Это поддержка выдвинутых кандидатов со стороны депутатов, представительных органов местного самоправления. Это тот самый так называемый муниципальный фильтр. И вот здесь хочется призвать все-таки действующих депутатов руководствоваться не только, вернее, не столько, наверное, партийными интересами, а в первую очередь интересами республики, здравым смыслом и поддержать действительно достойных кандидатов, которые могут и должны участвовать в выборах. Бременный исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев заметил всем кандидатам, выдвинутым на пост главы республики, власти намерены оказать поддержку. В частности, такая просьба уже высказана в адрес работников органов местного самоуправления, членов Единой России. Всем тем кандидатам, которые выдвинуты, прошу оказать содействие, чтобы они собрали достаточно подписей, чтобы они смогли зарегистрироваться. Выборы должны проходить открыто и конкурентно. Это моя принципиальная позиция была, есть и будет. Независимо от того, что я тоже выдвинут кандидатом на должность главы Чувашской республики. Поэтому, где какие-то сигналы, передавайте мои высказанные слова. Никакого административного ресурса использовано не будет. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. Говорили на заседании о трагичных последствиях жаркой погоды. Только за минувшие выходные на водоемах республики утонули 6 человек. По сообщению председателя Государственного комитета Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамина Петрова, несчастные случаи произошли в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Канажском, Красночитайском и Маргаушском районах. Всеми фактами занимаются правоохранительные органы. Однако, уже известно, что в большинстве случаев утонувшие купались в непредназначенных для этого местах и состоянии алкогольного опьянения. Ничем орлят не испугать, орлята учатся летать. Чуваши уже в 47-й раз проходят республиканские игры «Зорницы» и «Орленок». На закрытии побывал и временно исполняющий обязанности главы Чуваши Михаил Игнатьев. Батревский район, Солнечная поляна. Чтобы попасть сюда, надеть форму и поучаствовать в соревнованиях, они готовились весь год. Сначала ребята соревновались между собой в школах и техникумах. Потом учебные заведения соперничали друг с другом за звание победителя того или иного района или города. И вот финал. В него вышли более 70 юноармейских отделений. Традиционно, ежегодно проводятся данные республиканские игры юноармейских движений «Зорница» и «Орленок» 47-й раз, без перерыва. С одной единственной целью, уважаемые ребята, чтобы формировать в вас характер, мужество, стойкость, упорство и командный дух. И каждый гражданин Российской Федерации должен быть готов к защите своего отечества. Полосы препятствий, строевая подготовка, плавание, рукопашный бой. Ко всем подготовленным организаторами испытаниями добавилась погода. В армии должен быть порядок, дисциплина. Вот под этим лозунком все и прошло. Был порядок, была дисциплина, была справедливая борьба. И самое главное, что ребята, которые прошли здесь огонь, воду и медные трубы, а здесь была и жара за 30 градусов, сегодня дождь идет, они выстояли мужественно. Вот именно здесь и воспитывается характер у ребят. Они практически... Каждый из них, хоть сегодня отправляй в армию, он будет достойно служить, достойно представлять нашу родную Чувашию. Очень приятно, что много командиров, девочек. Чувашские девочки, они волевые, сильные. Они еще пацанам покажут, как надо служить. Самыми сильными в группе Орленок стали ученики Цивильской школы номер один. В группе Кадета – Шамуршинская школа. В группе Зорница победила Батревская школа номер один. Мне больше всего понравился конкурс «Найди снайпера», потому что мы бегали по этому лесу, искали с помощью компасов места, в которых нужно было поставить чип. Это было невероятное ощущение, когда ты бежишь по лесу, тебя царапают ветки, тебя кусают комары, но несмотря ни на что, ты все равно бежишь, бежишь, зная, что надо показать все на высшем уровне, чтобы защитить свою школу. Победители Зорницы поедут представлять республику на финальной игре Приволжского федерального округа в сентябре, так что ребятам явно не будет скучно на каникулах. Ольга Пырычкина, Алена Алтухова, Олег Якимов, Республика. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев провел заседание Координационного совета по противодействию коррупции. Подробности в нашем материале. Противодействие коррупции во всех сферах – задача обширная. Она требует системного подхода. Поэтому так важно взаимодействие органов власти, силовых структур и гражданского общества. Борьба ведется по всем направлениям. Мы уявляем все эти правонарушения. Мы на сегодняшнем сравнении с другими регионами Приволжского федерального округа, Российской федерации находимся на хорошем таком уровне. Но это не говорит о том, что мы должны там расслабиться. Работа не прекращается ни на один день. Одной из сфер, где наиболее часто случаются коррупционные правонарушения, стала сфера распоряжения и использования государственного и муниципального имущества. С начала текущего года совместно с органами исполнительного власти Чувашьей Республики были проверены выездные проверки 39 государственных учреждений. По фактам использования объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственной Чувашьей Республике, возбуждено 7 дел административного правонарушения, что вышло в день прошлого года на 40%. Только за последние полтора года в этой сфере выявлено почти 100 коррупциогенных фактов. Проводимая прокурорами антикоррупционная экспертиза имеет большой профилактический потенциал и большое профилактическое значение. Только в текущем году в результате принятых мер коррупциогенные факты исключены из 15 действующих авторов. Идет работа и в столичной администрации. Создана горячая линия для обращения граждан. Принцип максимальной прозрачности сейчас стараются соблюдать при проведении государственных и муниципальных закупок. Совместная работа надзорных ведомств и органов власти позволяет эффективно противостоять коррупции. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. В Самаре под председательством полупреда президента России в ПФО Михаила Бабича прошло заседание Совета привозка федерального округа по противодействию экстремизму и терроризму в современных условиях. В работе Совета принял участие временно исполняющий обязанности главы Чуваши Михаил Игнатьев. В эти же дни в Самарской области подвели итоги форума и Волгу он проходил здесь на протяжении 10 дней. С какими результатами вернулись домой ребята из Чуваши, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Проект студента ЧГУ Романа Васильева заслужил высокие оценки экспертов. Молодой человек придумал, как обучать школьников нормам избирательного права и основам российского законодательства. Это возможно сделать в форме увлекательной игры. Реализовать свои планы Роман сможет в ближайшее время. Из Самарской области он возвращается с победой. На первом этапе мы набрали 100 баллов из 100, а потом прошли уже федеральный этап. Мы будем реализовывать проект в шести субъектах Привозского федерального округа. И для того, чтобы провести игру, нам нужна минимальная раздатка, это блокноты и благодарности для участников. В ближайшие годы свой проект рассчитывает реализовать и Наталья Перепелкина. Как и в советские времена, девушка планирует заняться сбором и переработкой макулатуры. О будущем открыть небольшой завод. Начинающий предприниматель говорит, это поможет решить экологические проблемы. Я хочу вернуть частичку СССР в наше время, потому что сейчас это все пропало. Но мы хотим не то, чтобы люди нам приносили, а мы будем сами приезжать и забирать. Будет перерабатываться также с помощью воды и различной специальной химии, которая будет в последующем чистая такая же белая бумага. То есть это экономит 1 тонн макулатуры, экономит 10 деревьев, 1000 киловатт энергии и около 200 тонн воды. Всего же на Иволге свои проекты презентовали более 80 студентов из Чувашской республики. В этом году на форуме работало 9 смен. Ребята обучали азам предпринимательства, актерскому мастерству, журналистике, навыкам самообороны и не только. Организаторы подготовили насыщенную образовательную программу. По вечерам для участников Иволги устраивали концерты и мастер-классы. На форуме Иволга я в первый раз. Мне здесь очень нравится, очень хорошая обстановка. Очень нравится, что мы можем знакомиться с другими регионами Приволжского федерального округа. То есть не только между собой в Чувашии, но и с Татарской республикой, с Башкирской и так далее. Очень много друзей появилось здесь. Многие участники форума называют этот лагерь не иначе, как городом, и это неспроста. Больше, чем на неделю здесь, в чистом поле, у Мострыковских озер, выросли кафе, ночные клубы и даже собственный полицейский участок. В качестве документов местным жителям. Это в населенном пункте выдают вот такие бейджи. И появляться на улице без них запрещено местными законами. Жизнь в палаточном городе бурлила постоянно. Впервые на форуме прошел фестиваль молодежных театров и чемпионат по беспилотным летательным аппаратам. На выставке инноваций участникам «Иволги» презентовали роботов и макеты космических кораблей. Такие инновации были введены в этом году. И мне кажется, они нашли и поддержку у ребят, прежде всего. Очень много было гостей, которые делились с ребятами своими знаниями, своими уже профессиональными достижениями. Только вот 10 героев Советского Союза, героев России, поучаствовали в работе молодежного форума. В этом году грантовый фонд форума превысил 11 миллионов рублей. Денежной поддержке удостоились более 50 проектов. Призерами «Иволги» стали и 4 члена чувашской делегации. Одержать победу в этом форуме задача непростая. Идею участников оценивали члены экспертного совета. В преддверии «Иволги» же у нас проходит Молгород. И на базе Молгорода все эти инициативы еще обкатываются. Поэтому все проекты, которые здесь представлены, они заслужат внимания. Кто-то победит, кто-то не победит. Это уже вторая история. Но важно, что эти проекты у молодежи есть, и они притворяются жизни. Уровень образовательных программ, он растет. И «Иволги» является примером того, как действительно образовательные программы на таких площадках должны строиться. Сегодня мы видим впервые, по крайней мере в федеральной составляющей грантов, идет очная защита проектов и оценка их на самом высоком уровне. Поддержку окажут семь финалистам «Иволги». Как поощрить ребят в ближайшее время решат в Министерстве образования Республики. Медрик Ковалев, Александр Петров, Республика, Исамарская область. Сегодня состоялось заседание Общественной палаты Чувашии в новом составе. Он будет исполнять свои обязанности следующие три года. Работа предыдущего состава была высоко оценена исполняющим обязанности главы Чувашии Михаилом Гнатьевым. Он отметил, несмотря на то, что Общественная палата представляет собой независимый институт общества, а между ней и органами власти всегда складывалось эффективное сотрудничество и взаимодействие. Главным вопросом в повестке заседания стали выборы нового председателя. Им стал Алексей Алексеевич Судлинков, директор Чебоксарского электромеханического колледжа. Он также входил и в предыдущий состав палаты. Решение было принято единогласно. В выходные в Чебоксарах, как и по всей России, отметили День молодежи. На певческом поле прошел фестиваль красок. Лето ассоциируется прежде всего с хорошим настроением, с добрыми улыбками и яркими красками. У участников фестиваля красок Холи все это было при себе, в том числе и разноцветные краски. Подобные мероприятия проводятся на многих курортах мира и уже несколько лет в Чебоксарах. Вообще все очень здорово. Я так ждала. Я поскольку первый раз только здесь. Поэтому мне все понравилось. Очень весело, очень красочно. Люди очень ответливые. Если кинешь краску, то и вас тоже кинет краску или намажет чем-нибудь. Очень весело на самом деле. С праздником! Фестиваль красок Холи пришел к нам из Индии. Это праздник встречи весны, во время которого люди обсыпали друг друга лечебными порошками трав. Таким образом защищали себя и близких от весенних простуд. Утратив свой первоначальный смысл, Холи превратился в настоящий праздник, который отмечают во всем мире. Считается, чем сильнее в этот день ты испачкан краской, тем больше добрых пожеланий на тебя направлено. Фестиваль мы уже проводим в третий год и он очень нравится жителям города. Но этот фестиваль был бы невозможен без помощи наших спонсоров. Основной наш спонсор это Ростелеком и мы ему очень благодарны на самом деле, что он нам помогает. Посмотрите, какой здесь драйв, как здорово отдыхают, отрываются жители нашего города, молодые жители. А мы Ростелеком как крупнейший провайдер в России, как самая динамичная развивающая компания всегда поддерживаем молодежные инициативы. Я уверен, что вместе, проводя такие мероприятия, мы подарим городу просто сумасшедший позитив. Кроме того, участников фестиваля ждут подарки от Ростелекома. Все желающие могли сфотографироваться на фоне баннера Ростелекома. Сейчас на странице компании ВКонтакте идет голосование. Победителя определите вы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не успели на стадионе Олимпийский стихнуть страсти командовать чемпионат Европы по легкой атлетике, как на дорожке вышли любители спорта. Все они стали участниками 26-го Всероссийского Олимпийского дня. Он был посвящен двум датам 70-летию победы и 35-летию Московской Олимпиады. Под Олимпийские знамена встали на этот раз поклонники здорового образа жизни, для кого 35-градусная жара – хорошая возможность проверить свои силы. Старт за бегу с символичным названием «Олимпийская пятерка» дала вместе с заслуженным тренером России Михаилом Кузнецовым известная спортсменка, мастер спорта по легкой атлетике Бобслея Ирина Скворцова. Она уже стала легендой в спортивном мире. Получив несколько лет назад серьезнейшие травмы на соревнованиях по Бобслею, Ирина нашла в себе силы вернуться к полноценной жизни и стать проводником идеи Пьера де Кубертена. Вы настоящие спортсмены. Сегодня воскресенье. Вы с утра встали, рано утром разминаетесь, и сейчас бежите в жару где-то 30 градусов, 5 километров. Честно, вы герои, вы настоящие спортсмены и победители. В массовом забеге приняли участие как ветераны спорта, так и юные горожане. У каждого из них свои приоритеты в спорте и в жизни. Стараемся, если есть возможность, сейчас в таких мероприятиях массовых проверить свои силы с народом. Решили с тренером попробовать поучаствовать. Мы пришли сюда с подругой, и мы прибежали целых два круга. Особенно пробежка, умеренно и в удовольствие. Это столько для организма дает эффектов. Работает же весь организм. Сосуды, суставы, все. В этот день центральный стадион не пустовал. Горожане играли в футбол, пляжный волейбол, баскетбол. Своя отдельная программа была и у спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Ведь спорт, он для всех. Это все новости. Впереди вас ждет еще полезная и интересная информация. С вами прощаюсь. До завтра. Всего вам доброго. Рекламно-производственная компания «Ситибокс», работающая под брендом вывески «Тут.РФ», не так давно появилась на рынке наружной рекламы, но уже добилась заметных результатов. Была основным подрядчиком по оформлению города на форуме «Спортивная держава» и командному чемпионату Европы. Изготовила и установила указатели для туристов. Огромный баннер, облагородивший долгострой в центре Чебоксара, тоже их работа. Несомненное преимущество компании «Ситибокс» в том, что она является дилером заводов-производителей, флаговых конструкций и мобильных выставочных стендов. Собственное производство в центре города более 200 квадратных метров и опытные монтажники обеспечивают выполнение сложных оперативных задач. Изготовленные фирмой объемные буквы, стеллы, крышные установки, брендированный корпоративный транспорт можно видеть и в соседних городах. Отдельно надо сказать про возможности печати. У нас есть в наличии уникальный интерьерный станок для печати как на баннерной ткани, так и на холсте. Ну, в любом типе носителя практически может печатать. Также его уникальность заключается в том, что он печатает белыми чернилами металлизированными. И такой продукт не может предложить ни одно рекламное агентство у нас в городе. И может сам напечатать, нарезать. Среди клиентов рекламно-производственной компании «Ситибокс» многие участники выставки «Регионы сотрудничества без границ». Например, экспозицию торгового дома «Кетра» придумали и смонтировали в рекордные сроки. «Ситибокс» является нашими постоянными партнерами. И что касается данной выставки, буквально за один день они нам сделали вот этот вот стенд до трех утра. По нашей просьбе они монтировали. И я думаю, что мы выглядим на выставке одним из лучших. Нас удовлетворяет соотношение цены и качества, которые предоставляет эта фирма. И в целом у них очень качественная продукция. У современных бизнесменов есть еще один важнейший критерий – время. Умение работать быстро – огромный плюс в актив потенциального партнера. Сотрудники рекламно-производственной компании «Ситибокс» продемонстрировали свои возможности, вручив Михаилу Игнатьеву его портрет, снятый всего 10 минутами раньше на открытии выставки.